МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о том, как найти спутника жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем обрести личное счастье в 2010 году. Сегодня у нас невеста и три женьха, которые будут за нее бороться. Младший урядник Павел представляет терское казачество. Донской казак Александр, ныне товарища Тамана, станица Топальска, и Артем Подхарунжи от Центрального казачьего войска. Итак, я хочу представить вам нашу невесту Ульяна. Родовая кубанская казачка. Давайте посмотрим на нее. Ульяна. 22 года. В ее жизни был один серьезный роман, который длился 5 лет. Ее избранник настаивал, чтобы Ульяна приняла его веру. Но как истинная казачка, она отказалась выполнять пожелания любимого, и они расстались. С 5 лет Ульяна занимается танцами. Сейчас она артистка балета кубанского казачьего хора по образованию социолог. Своим избранником Ульяна видит уверенного в себе, сильного, стойкого и верного казака. Давайте встретим Ульяну. Мы вас ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Ну, красавица, что там и говорить. Кто пришел поддержать вас? Мои сослуживцы, друзья, соседи Светланы и Андрей. Очень приятно. Роза Сибитова, профессиональная сваха, и Василиса Володина, профессиональный астролог. Роза, я вот прям сразу тебе и отдаю инициативу в твои руки, потому что вот этот вот товар, купец, это все твоя история. Я даже так и не умею, потому что вот я не знаю, например, что такое родовая казачка, можешь тебе объяснить? Родовая казачка воспитывалась в казачьей семье, у которых родители выходцы из казаков, кубанских казаков. Я представляю кубанское казачество. Хорошая казачка, да, Паш? Да, мне нравится. Коса до пояса, гляньте. Вы хотите выйти замуж. Да. У вас была вот такая история и радостная, потому что любовь это всегда хорошо, и в то же время печальная, потому что он был другой вер... Да, он был мусультик. Вот расскажем, Анина. Ну, познакомилась, это мой бывший сослуживец, мы познакомились на работе, мне тогда было 17 лет, вот. Без памяти влюбилась, наверное, с первого взгляда. Встречались с ним 5 лет, симпатия была взаимная друг к другу, а после стал заводиться разговор о том, что если ты станешь моей женой, то нужно взять мою веру. У нас так принято. И когда вот я понимаю, что, в принципе, все принимает серьезный оборот отношения, что человек взрослый, и я не могу обнадеживать просто встречаниями, мне надо думать о силе... Старше была у вас, да? Да, на 10 лет. Вот. И... Ну, вы только встречались или вы вместе жили? Нет, мы вместе не жили, мы только встречались. Встречались 5 лет. Ну, и хорошо, и кто предложил расстаться? Я завела разговор о том, что я не могу, не могу принять мусульманство, так как я воспитана в семье, где у нас... мы православные. А его родители не были против вас? Нет, мама сразу спрашивала, поменяю ли я веру или нет. Если поменяют, то меня примут. Если нет, то против. Ну, мне кажется, вообще нечестно ставить такие условия, это неправильно. Жизнь долг, а потом, что опять в православии. Ну, мне кажется, это настолько такая серьезная тема. Но он у тебя ехал в Америку, да, я знаю? Да, он уехал на заработки в Америку. Потому что отец сказал, что пока ты не выучишься, не получишь образование, замуж мы тебя не отдадим. Ну, я думаю, что родители просто не хотели, чтобы я совершила такой необдуманный шаг в своей жизни. Ну, правильно, ну, Каня, вы одна дочка, нет в семье? Нет, у меня есть две старших сестры. Они замужем? Замужем, да. За казаками? Да, за казаками. Старшая сестра, правда, в два раза выходила замуж, но первому браку рассталась, потому что муж не мог обеспечить семью. Ульяночка, вот у меня к вам какой вопрос. Что вам нравится вот в этих устоях, в этих традициях казачьих? А что вы не будете соблюдать? Что мне нравится, что мужчина глава семейства. Он хозяин, он добытчик. Мне это нравится. Скажите, а вот сестре, которая развелась, я знаю, что родители выбирали, да, мужа? А это уже, когда она второй раз замуж вышла, родители выбирали, да. Папа взял на себя ответственность и выбрал ей мужа. И, честно говоря, выбор, достойный выбор. И счастливая семья. Это наша девушка, Артем. Да, наша, наша. Нам надо поддерживать. Согласен? И бороться за нее. И смотри, давай. И бороться за нее. И увозим ее в Александру. За нее бороться, да, бороться на Россию. В казачьих семьях мужчина глава и решает все мужчина. Вот воспитание детей, что там дозволительно, и, в общем-то, ремень, да? Да, да, с пяти лет. Это девочек воспитывают мамы, а мальчишек папы? Папы, да. Как принято, за воспитанием юного казачка следит отец казак. За воспитанием казачки мать. И отец с пяти лет усаживает на коня, дает оружие. Но ведь я знаю, как ремень по отношению к ребенку дозволительно казачьих семьях, так и на жену мужчина может поднять руку. Ну, вот вы там головой, Андрюш. Ну, конечно. Он на меня бы замаснулся. Вместе с рукой бы откусила бы. На ритуба просто. А то. А то. И как вы отнесетесь к тому, что у мужчины будет дозволено на вас поднять руку? Ой. Она у нас мудрая девочка, она не допустит. Я как бы не хотела бы допустить этого. А на детей? На детей. Но я все-таки считаю, что это совсем крайний случай, когда надо поднимать. Вас пороли? Да. За что? Убегала со двора. Играла не там, где положено. Только-то всего? На самом деле она очень скромная девочка. Я заметила. Вы знали, как сослуживица, соседка. Она очень... Потому что родители действительно придерживаются таких строгих правил. А чему родители научили? Как правильно вести себя в обществе. Мать научила готовить, убирать. Принято. Отец слушается старших потакать. А если старшие говорят глупости, все равно потакать и слушаться. Ну, а это все к мудрости. В принципе, да, это все к мудрости сводится. Ульяна была бабушка мудрейший человек. Она была малограмотной, но мудрости житейской было очень много. Вот ее, кстати, назвали в честь бабушки Ульяна. И к ней вся станица шла за советами. Именно мудрости, как раз как с казаками обращаться. Нет, вот на такой казачке и надо жениться. И красота, и ум. А самое главное, что традиции выдерживают, чтобы в семье выросла, где батька рулил. Вот так и должно быть. Ну что, я, например, предлагаю послушать сваху и астролога. И вперед, будем смотреть женихов. Ну, Ульяна, вы все знаете про то, какая жена нужна казаку. Мама с папой научили. Я просто хочу напомнить, что если бы у меня был бы сын, казак, да, хотя, в принципе, разницы нет никакой, то как мать бы я сказала ему, люби жену свою. Удачи. Василиса, ищите в казачьем кругу того мужчину, который не будет блистать красотой, но будет обязательно в чем-то первый. Либо какого-то ранга добился и каких-то успехов, либо чем-то от других отличается. Ульяночка, вы артистка. И артисткой будет еще очень долго. Ищите мужчину сговорчивого, который пойдет вам навстречу, который вам не завяжет руки-ноги. Что вы хотели? Я хотела сказать, что почему очень был важен всегда в казачьих семьях совет родителей, потому что если вдруг дочь ослушалась и выбрала, значит, сама, то при неудавшихся отношениях, значит, родители говорили, «Батилы очи, шок упывалы, ешь ты, хочешь повылазь ты». То есть сама шла, сама и живи, сама и мучайся, по помощи не жди. Поэтому, конечно же, прислушиваться к маме и папе. А по поводу благосостояния? Благосостояние. Ну, это первонаперво он должен уметь обеспечить семью. Но вы же и выкуп будете требовать, да? А как же. Хорошо. Но выкуп – это что? Дом свой, я не знаю, колечко. Выкуп – это вот те же испытания. Тут больше шуточной формы прикладывается. То есть там что-то он должен произвести впечатление. Должен. Хорошо. А приданное-то какое за Ульяной, кроме вот красоты да стати? Мало ли? Папа с мамой обеспечили. Есть приданное, да? Конечно, конечно. А, жилье есть ваше? Да, очень хорошо. Да, вот это. А за невестой какое приданное? Подушки, одежда, красота. Они там за выкуп угутарят. Ты як? Готов? Выкупим, все надел, все. Шапку, шапку по кругу пустим. Давайте посмотрим на первого жениха. Павел, 20 лет. Родовой казак. Его предки были основателями одной из казачьих станиц. Семь лет назад Павел сам принял присягу. До армии у Паши не было серьезных отношений, так как он романтик и ждет большую любовь. Но в его семье приняты ранние браки. Недавно Павел демобилизовался из армии, и в ближайшее время он должен жениться. Павел учится сразу в двух институтах – на программиста и тренера по боксу. Позже он планирует получить юридическое образование. Ему нужна послушная, открытая, активная, темноволосая казачка, такая, как Ульяна. Ну что, идем все знакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, казачка. Спасибо. Подарок от меня. Ох, это оберег. Позволь. Асватан, гурилки, гурилки. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо. У вас есть товар, мы купцы, хотим посмотреть ваш товар. Товар-то есть, а не про вашу честь. Как не про нашу, потому что мы же не с пустыми руками. Так показывайте. О, что ж с пустыми. А за это дело не станет. Давай. Слушайте. О, красиво. А коня привели? Мы на нем приехали, а не привели. А гурилки нема. Все будет. О, что это там? Лёва. Лёва. Лёва, Лёва. Разрешите вам подарочки тоже. А я уж думаю, дойдет на глазочек. Дойдет, дойдет. Прям погрустнела я. Ой, спасибо. Ну, неужели и нам что-то. Ой, какая красота. Ну, 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 не спешите. А мужчина должен надеться? Конечно, конечно. И раздеть тоже. Ой, мой дед, мне нравится. Ой, очень любая. Да, пускай много навезли, конечно. Что хочется сказать всем, не обратиться. В шестостых, в семисотых годах на Дону церквей было мало. Казак брал себе жену, выходил на круг, на Майдан и говорил, она мне Люба. И они жили. А когда говорил, что не Люба, расреставались? А тогда он также выводил ее на Майдан и говорил, кому надобно, она хорошая баба, берите. Честь тебе. Послушайте, у нас женихов сегодня трое, поэтому время должно хватить на каждого. Вот тут казачий обычай нарушен. К одной невесте трех не засылали. Ага, ну что, Паша, 20 лет, молодой больно. Как вам, девчонки? Молод, молод. Но орден уже, за что? За возрождение казачества, вторая степень. Молодец. Не пьет, не курит. Молодец. Спортсмен. Мастер спорта по боксу. Что вы говорите? Служил. Спецназ. Задумайтесь. Да, я задумалась. Совсем? Совсем. Категорически. Спасибо. А теперь сейчас мы с Пашей, ладно, поговорим? Паш, ну и куда невесту приведете, если у вас все получится? Себе домой, конечно. Себе домой, отдельный дом. Родители не против. Такая красавица, думаю, понравится родителям. Скажите, вот жена, артистка будет, если... Я не против. Я сам спортсмен в командировке постоянно, так что это... Ревностью изводить не будете? Нет, нет. У нас полное доверие будет. Я буду доверять... Ну, хватит спалы. Скажите, вот что вы обязуетесь? На руках носить буду. В прямом смысле этого слова. Оберегать во всем. Поддерживать, понимать. Это самое главное. А по хозяйству что умеете сделать? 20 лет все-таки. Ну, в принципе, рожден я в казачьей семье. Все-таки отец у меня нормально меня воспитал. Именно вот. Ну, что пригодится, все сделаю. Павел, а чего не простите жене никогда? Измены. Измены? Конечно. А если она не изменять не будет, но будет вот нерадивая, ленивая? Это плохо. Не очень аккуратно. Я думаю, не будет. Если сказать... А вы за ней сейчас не решайте. Сидит красавица, вы прям за ней не будет, не будет. А вдруг будет. Поспать будет, любить. Знаете, приедет с гастролей. О, смотрите, что показывает. Вот это следующий мой вопрос по поводу гнудаты. В каком случае руку сможете поднять на жену? Руку я поднять совершенно не буду. Не будете, обещаете же. Обещаю. Молодец. Не надо. Это ни к чему просто. Нет, ни к чему. А к детей как будете воспитывать? Вот на вас пароли в детстве? Ну, я один, да, отец. Пароли за что? Конечно. За детские шалости, провинности, за непослушание. Почет должен быть старшим. У всех казаков, батьки пароли. Да. Да. Не казах, кто не пароли. Казах, которые, да, не поруты. Это да. Не пробовал в нагайке. Да уж. Я думаю, вам есть какие-то вопросы, да? Есть. Вот какие у вас отношения с мамой? Очень хорошие. Очень хорошие? Да. А Ульяна чем-нибудь напоминает вам вашу маму? Да. Моя мама тоже темненькая. Паша, я знаю, что ваших родителей тоже познакомили их родителей, в свою очередь, да? Да. Вот так же, как Ульяна сестру. Познакомила их бабушка, которая знала моего отца, знала мою мать. А они друг друга не знали. Они с одной станицы. Примерно живут, ну, далеко друг от друга. Ну, она говорит, есть, мол, хорошая девушка. Вашему сыну пошла к моим родителям. Объяснила, ну, бабушке, дедушке объяснила все. Ну, вот. Ну, отсутствие сказали, все. Будем тебя женить. Ну, смотрите, договорились родители. Это им удобство. Они для своего удобства договорились, потому что знают, что вместе и веселее, и богаче, и мальчик понятный, откуда, и девочка. И вот живут, живут. А потом раз этот муженек, ты увидел какую-нибудь красавицу, красавицу, вот такую, как Ульяна, идущую за водой. И ум-то у него затуманился, и сердце все. И любовь. Ну, что делать? Природа не терпит пустоты. Все равно, любовь, она, ну, она должна посетить нормального человека. Ну, Гришка везде успевала. И что делать ему? И вы понимаете, что начинается трагедия, начинаются проблемы. Ну, и литература, и вообще... Не, Лариса, все-таки это исключение, чем правило. Да, это было исключение. И довольно-таки резко. И рождаются у казака много детей в разных станицах. Вот тогда ищет он любви. А мужчина отвечает за количественную сторону, это женщина за качественную. Ну, то есть вы считаете более правильно, когда родители договариваются, да? Ну, здесь да, естественно, в станице всегда выбирали себе равных. То есть, чтобы семья, в которой выбрали невесту, значит, она была и социальному уровню одинакова. И самое главное, смотрели, чтобы зять тоже был работящий. Ведь когда он женился, так он должен был свою семью потом уже обеспечивать. А как вообще проверить молодого человека, казак он или не казак? Ну, во-первых, как проверить то, что в пяти поколениях в станице в Горечеводской первых переселенцев его фамилия значится. Значит, первыми пришли, и на сегодняшний день в станице живут. Шашкой рубят? Рубят. Кандидат мастера и сейчас будет защищать мастера спорта по боксу. Вот давайте, показывайте сюрприз. Проходите, невеста. Я постараюсь шары взорвать. Ой, молодец. О, Люба. Люба, Люба, молодец. Все? Или еще будет сюрприз? Можно, мои товарищи? Могут. Вот, конечно, нужно. Как на быстрый берег, на высокий берег, Вели казаки, сотни тысяч лошадей, И склонный берег, и услышь на берег. С сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, любой, любая, развяжи. С нашим оттаманом не приходится куши. Люба, братцы, любой, любая, развяжи. С нашим оттаманом не приходится куши. Послушайте, и мне тоже, Люба, и мне, ой, как Люба Молодцы, замечательный, Паш, ну какой, ну какие вы красавцы Свистеть не научился, ну куда, жениться Ну что вам, Ульяночка? Ну это разве запел, ты понимаешь, казак что должен делать? Он, казак, поет, как последний раз, ты понимаешь Ест, как последний раз Любить так любить, стрелять так стрелять Любить, как последний раз, любить, как последний раз, потому что завтра в бой Ну что ты запел? Ох, какой злый, Деня, спасибо вам, казаки Идите в комнату и смотрите оттуда на нас Не, ну девчина, мне понравилось, клянусь, честное слово И Гузеева тоже Ну не смелый, юночка, не смелый, молод все-таки Ну молодого, да, есть немножко зелени Эффективный, конечно, рост есть Добрый, открытый, интересный молодой человек Единственное, что я вот так поняла, что живет он с родителями? Нет, у него дом свой есть Дом свой Что мне очень нравится в Павле? Разумность Вы знаете, да, разумность жены это послушание А разумность мужа это снисхождение Знаете, ведь поднять руку, когда надо, а при этом не хочется Это тоже ведь надо силы иметь Вот мне кажется, что не будет как надо, а будет как сердце велит Верю, тоже верю Павлу Имя Павел само по себе это маленький или мягкий Он действительно, конечно, по возрасту, ну слегка молод, я бы сказала И второй большой недостаток, уж больно красив парень Ваш супруг, я боюсь, должен быть попроще Но во всем остальном это абсолютно идеально ваш типаж мужчин Вот, ну видишь, мы себя достойно вели, однако От свафи одной не понравилось Ну ничего, я ее на себя беру Я тут осмотаю Осмотаю, что там брать Ну и в итоге он сам сдастся Ну хорошо, Павел только первый жених А нам предстоит познакомить Ульяну еще с двумя казаками Совсем скоро она их увидит Если вы хотите стать участником программы Или услышать совет от Розы и Василисы Как найти свою половинку Звоните с мобильного телефона на номер 0736 Оставайтесь с нами В эфире давай пошенимся Программа о том, как избавиться от одиночества Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом А вам предлагаю посмотреть на второго жениха Александр, 24 года Его преданная и заботливая девушка Сразу после свадьбы сильно изменилась Александр работал в другом городе Друзья ему рассказывали о похождениях супруги После рождения сына Жена перестала скрывать измены Хотела отправить Сашу на заработки на Северный полюс Когда ребенку было 4 месяца Они расстались Александр Вахмистр Шесть лет назад он присоединился к казачеству Когда оно стало возрождаться в его родном крае Он уверен, что казаки вносят свой вклад В дело борьбы за безопасность и порядок Сейчас Александр мечтает о многодетной семье Надеется, что Ульяна скромная и порядочная казачка Ведь именно такую жену он и ищет Идемте знакомиться АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе здравие, Ольга И Александр Слава Кубани А это мой маленький подарок Чтобы ваши руки всегда были согреть теплом Как и ваше сердце Спасибо Спасибо Здравствуйте, Александр Мы вам рады С кем вы пришли? Позвольте представить Это мои сваты Атаман улической станицы Александр Георгиевич Я Атаман, станица Александриская Прокопия Вячеславович Очень приятно Александр, молодой, а уже был женатый, да? Да, так сложилось Встретил девушку, считал, что встретила Прекрасную девушку, действительно У меня родители были в восторге Мать в восторге, везде расхваливала Хозяйственная, заботливая С такой родины Хорошей семьи И решили Как совместно уже жить Попробовать жить Жили У ее родителей У моих родителей Потом переехали на съемную квартиру Решили все-таки согреть свадьбу Но после свадьбы Вот как подменили человека Начали скандалы, ссоры А из-за чего скандал это? Ну, большинство было в финансовом положении У меня там в городе не было возможности Строиться нормально, хорошо плачем работу То есть я с ним находился Две недели на заработках Две недели дома А она, видать, себя недостойно вела Пока был на заработках, да? Не скрывала даже Я терпел пока ребенок Беременная была Я думал, как После рода все пройдет Ребенок Это все Ну, результат дошло до того, что я приехал с работы Сижу рядом с супругой с ребенком Она при мне сидит, договаривается свидание Жена виновата А почему жена гуляет? Да потому что муж виноват в этом Надо место не поставить Да Ну и молодец, что развелся А с ребеночком видитесь, да? По мере возможности, к сожалению Поначалу Пальчик девочка Сын Год и четыре месяца Скажешь, ну ведь и раньше разводы случались И вот как в таком случае Вот как с детьми, например? Конечно, случались разводы Но это в казачьих семьях Тех, которых вот говорим Что родители выбирали Это случалось крайне редко Да Но все-таки случалось, правильно? Да И это уже был позор, конечно А что дозволяло жене Ну, в смысле, бывшей жене И мужу Как я поняла, что жене все Венец безбрачия Да? Кто возьмет ее такое? Да Это было очень сложно потом А мужчина? А мужчина Вольный казак Прокопь, я знаю, что вы в курсе всего этого Что там? Ну, в старину Было очень жестко с разводами Потому что враг был постоянно И постоянно боевая готовность И если, когда казак выводил свою жену И говорил, она мне больше не жена Кто, значит, кому нужна Вот И никто, так сказать, не укрыл зипуном ее То такая жена, женщина становилась Абузой для станицы Потому что станица, в общем-то, кочевая была Ее просто убивали А к родителям вернуть? Ну, пустите ее в степь Тысячу километров Пусть вернется к родителям Хорошо, Прокопь Вот как вы считаете Что должен был Александр вот в этом случае делать? Что жена вела себя недостойно Просто недостойно, я считаю Честно говоря, я бы так Как следует ее выгнал Женился не на казачке Не по казачьим законам И результат Семья распалась Ну, вот скажите Вот сейчас есть ребеночек А у нас молодая Ульяна Красавица Вся жизнь впереди Вот не будет так, что вы обожглись на молоке Будете дуть на воду Посмотрите, артистка, красавица Все время в окружении мужчин Будет ездить на гастроли Я хочу строить отношения на полном доверии И взаимопонимании Никакой нелевности, ничего Потому что глупая нелевность Она приводит к скандалам Ну, вот вы хотите многодетную семью А ульяночки-то когда рожать? Она все время будет в разъезде Завелиться, работая? Самого вкуса Это все будет На все воле Многодетную это сколько? Да Ну, как минимум еще двоих детей Сына и дочь Ну, ты скажи А вот Ну, жену-то ладно Оставим Вот ушла и все У тебя ребенок Как говорится, да? Ты его обеспечиваешь Сейчас Вот в данный момент От ребенка я не отвлекусь Это мой сын Не должен У вас, наверное, есть какие-то вопросы К жениху, к сватам, давайте К сватам один вопрос Что такого в нем есть положительного Чтобы наша Ульяна сейчас же согласие дала? Он из знатного казачьего рода Стародубский полк И чтоб он Как сказать Относился плохо к семье, к детям Я как-то Я не могу такое представить Человек слишком хорошо знает и понимает Что хочет И он к этому идет стремиться То есть человек постоянно еще и учится То есть умудряется и учиться И работать И еще вот на общественные полезные дела То есть храм восстановить Где-то помочь братам-казакам А жилье есть? Куда приведет-то жену? Да, вот сейчас он будет А усы что, не растут? Они женаты еще Он и ростика маленький Не дорос, потому что хитрит Да Он не дорос, он хитрит Ну что, может и посмотрим Сейчас сюрприз как раз, да? Давайте АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу с любителя тебя Шашкой эту лозу И желательно пострелять так Чтобы папаха осталась на ней Правей, правей Ну, своя голова Никогда не рубится Чтобы они знали Это надо чужую рубить А они не понимают Этого О-о-о Ну это ж вообще Свою голову не рубят Давай, прям Шашка тупая Песня Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, молодец какой, а! Ну что, а петь Или что-то такое еще? АПЛОДИСМЕНТЫ Будет, будет песня Да? Плесать что умеем? Ну, споем Песня играем Мы, конечно, тягаться С кубанским куром Даже и близко не собираемся АПЛОДИСМЕНТЫ Чёрный ворон Вдруг ты мой залёт На еды летаешь далеко Стой на еды Вдруг ты мой залёт На еды летаешь далеко Ты принёс нам Строй на его Ну, песни он тоже не готовил Как и мы Ну, я в армии был Я никак не могу готовиться Это экстром Ты принёс нам Строй на его Ураны Руку Белую с кольцом Молодец, моя любимая песня! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, а не так Ульяна, как тебе сюрприз? Прекрасный Спасибо, мне тоже очень понравилось Идите в комнату Подождите, посмотрите на нас оттуда АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец, у меня нет слов Всё-таки, что значит Нормальный казахский род Очаровательное место Больше бы таких казачьих АПЛОДИСМЕНТЫ Красиво Что вы скажете? Ну, неплохой парень, неплохой Чё? Только я не понял, где у неё зуб Ну, шо ж такое? Не понял, где зуб А где твой зуб? Немая АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, что сама Ульяна скажет? Хороший молодой человек Единственное, что, конечно Горький опыт И вот Дети, ребёнок есть На мне, как бы, ответственность уже Так я должна полюбить этого ребёнка Я должна хорошо к нему относиться А ты не будешь с ним жить Он с мамой, слава тебе, Госпожа Он же воспитывает его Я буду Ну... Не готова, да, пока За чужого ребёнка Не за своего ребёнка взять ответственность? Не готова Роза Традиция традициями Конечно, мужчина отвечает за внешнюю безопасность И нравственность семьи Но вот посмотрите Всё равно всё от женщины Вот если женщина непреданная, нечестная Ничего хорошего из этого не получается Поэтому всё-таки обязанность мужа Следить и давать наставление и указания своей жены Как твое впечатление? Как твое впечатление? Твое впечатление Тут шифровался, скромничал На самом деле Может быть, невыдержанным Очень активный Ревнивый Хотя утверждал про себя обратно Я думаю, что про жену Там, где была правда Где наговорили люди добрые и недобрые Но при этом Рядом с ним любая становится своевольной Вот если за такого казака выйти замуж Я думаю, что у каждой женщины Будет повод им тоже поруководить Побороться с ним Он сам так выстраивает отношения Что женщина начинает с ним бороться Вот если готова на это Почему нет? В эфире «Давай поженимся» Сегодня мы ищем спутника жизни для родовой кубанской казачки Ульяны Давайте посмотрим на третьего жениха Артем, 27 лет В его жизни было три романа Первая возлюбленная в 17 лет стала настаивать на замужестве Но Артем не был к этому готов В 21 он стал задумываться о семье Но девушка ушла к другому Последняя возлюбленная была замужем Ради Артема бросить богатого супруга она не решилась Артем занимается бодибилдингом По образованию менеджер по туризму Родители много рассказывали ему о предках казаках Сначала было интересно Потом он почувствовал зов крови В казачестве Артем три года Он под Харунжей Недавно Артем получил участок в сельском поселении Будет строить дом В который приведет умную красавицу жену-казачку Надеется, что ей окажется Ульяна Идемте знакомиться Привет, Ульяна Рад с тобой познакомиться Ты просто очень красивая Просто восхитительная Ты самая лучшая девушка Спасибо Спасибо Артем, кто пришел вас поддержать? Ну, со мной пришел кашевой атаман Александр Иванович И атаман Юлия Пасхальтовна Очень приятно Ну что, у нас красный товар, у вас купец Как вам товар, как купец? Очень красивый товар Разрешите нам поздравить от всей души вас, ведущих АПЛОДИСМЕНТЫ Боже мой, спасибо огромное И цветы, и подарки АПЛОДИСМЕНТЫ Да, а что, бывают женщины-атаманы Первый раз такое вот вижу, слышу Да, еще какие бывают То есть у нас женщина-атаман очень Как бы всех наших казаков в кулаке держит Она у нас как мать родная А как в семье? Муж кто подчиняется кому? Когда я на службе То он у меня Председатель совет старейших казачества Потому что это служба Но когда я уже дома свободна, я женщина А он у меня, мужчина-казак, хозяин Я знаю только в истории один случай Когда была атаманша Но она не командовала войском Она инициировала круг Для выбора нового атамана Это было в России Данилово Давайте, накваливайте своего жениха Что же в нем такого хорошего? Видим, что красивый, здоровый Ну что, я вот, наверное, скажу Потому что, наверное, будет его, знаю, ближе Очень крепкий парень Самостоятельный Неженатый Это самое главное Не женился ни разу Артем, ну вот смотрите Вам 27 лет Уже, в общем-то, возраст такой Для казака, для настоящего Пора жениться было бы уже года три Как? Назад А что же не получилось-то у вас, если такое вы хорошие? У меня были, как бы, романы, все Но я всегда искал вот такую вот Прям вот Какую искал? Вот здесь в программе Такую вот истинную казачку Прям вот А вот истинная казачка, это какая? Вот сидит артистка Ну какая казачка? Что прям будут пироги печь с утра до ночи? Ну такая красивая С красивыми глазами С пышными темными волосами по пояс С красивой фигурой С православной верой Слушайте, таких казачек по Москве ходит 1300 Не, ну подождите, вы говорите артистка Она такой артисткой не смогла бы быть, если бы она не была казачка Потому что искусственного ничего не может быть Артем ревнивый? Да, конечно Но внутри Внутри Они мне всегда помогут Всегда в чем угодно Артем, а сколько дам уже девушек пробовалось на эту роль? Жены казака? Жены не было вообще ни разу Нет, но пробовалось на роль Не, ну не пробовали Он просто так парнишка учился Ну просто я была, вот у меня романы, я просто встречался Ну просто так Но жениться же уже хотели? Жениться? Вот расскажи Не, не хотела жениться Просто как бы мечты такие были Как будто, а так вот прям вот все А вот за замужней девушкой ухаживали, знаю Мы просто познакомились там вроде как Просто у меня у родителей дома Она с Москвы рядом как бы приезжала туда по выходным отдыхать И я вроде не знал, я познакомился, мы с ней встречались Она потом мне сказала, что у нее есть муж Ну так как она с ним сейчас, ну никаких у них отношений нет Она с ним не живет Потом она с ним сошлась, а потом все вышло к тому Что она вроде не хочет своего богатого мужа бросать туда-сюда И что ей перспективнее по жизни быть там Ну я подумал, раз ей перспективнее, зачем я буду ломать человеку жизнь Так же, она свою жизнь строит, я свою, она мне не ломает Я ей не ломаю Правильно, Артем, я знаю, что вы дом строите Дом, да, строю А где? У нас там, то есть в казачьих утра там выделили мне землю Вот Туда приведете жену? Да, конечно А вы согласны? У него есть квартира Квартира у него есть, свое жилье Да, я думаю, что строится Ну И все-таки мы еще раз, еще раз будем стоять на том, что нас, наш жених лучше Однозначно А любили когда-нибудь? Никого Да, конечно, любил Вы сейчас встречались, а любили? Ну да, любил, любил Умеете любить? Ну, очень сильно Если люблю, то очень сильно Редко, но очень сильно Понятно Артем, а как вы отдыхаете? Вот как свободное время проводите? И в спортзал хожу, это для меня отдых И ездим в бассейн, и посещаю ночные клубы Я собираюсь со своими друзьями-казаками Когда у нас какие-то совместные дела Мы так же часто ездим на святые источники, окунаемся там На соревнования, да, выходя Соревнования, да, у нас проходят, тоже бывает Светлана, Андрей, поспрашивайте, Артема Венчаться будешь? Да, ну, хотелось бы вот жениться и венчаться И на всю жизнь, и один раз Мечты такие у меня А вареники любишь? Да Вареники? У меня есть любимое блюдо? Так, любимое блюдо у меня Вообще, я люблю мясо, все, что из мяса Не зря говорят, скажи мне, что ты ешь, и я скажу И что? Ну и кто? Он мясо же любит Мужик настоящий, знаешь А сам, Вареньки, умеешь борщах? Умею, но редко это делаю, очень редко Пробовал, раз, ну если за всю жизнь, ну раз, шесть, наверное, семь Ульяна на кастрюлю уедет, научишь У меня получалось вроде бы Руку поднять сможете на женщину? Еще пока ни разу в жизни не поднимал Надеюсь, что не будет такой женщины, которая меня до этого доведет А если маме не понравится, папе, невеста, что будете делать? Мне кажется, что понравится, понравится Его мнение, это он там Ну хорошо, а мне хотелось бы, чтобы понравился сюрприз, который вы приготовили Давай, идемте Я хочу шарик разбить на гайкой С одного раза, прицель, все нормально Смотри Браво Такой крепыш, конечно, отжиматься можешь? Отжиматься? Конечно умею А ну-ка АПЛОДИСМЕНТЫ О, давай О, о Усложним задачу О чем? АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец Молодец АПЛОДИСМЕНТЫ Испугался Молодец Ну что, петь будешь, ты танцеваешь А плясать А давайте сначала петь, а потом плясать ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, то не вечер, то не вечер Не малым Малой? АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, то не вечер Эй,огда во сне ПЕСНЯ Спасибо вам большое, вы такие молодцы, спасибо. Ты видел, бутылка со стола пропала наша. Да, именно попробовали, и теперь пляшут. Ульяна, это вот сюрприз, я хочу, чтобы ты его сейчас вот прям раскрыла. Еще? Да, еще. У-у-у. 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 в бриллиантовой руке подарок что там пирожок да хороший подарок на цепь сразу хочет послушайте а может быть кубанку примерить а как будущее там анши да я думаю достойная смена будет извините может быть меня прическа не так но у меня волос такой же как у нее только до 5 обалдеть спасибо все понравилось идите в комнату скоро узнаете кого выбрал наша невеста но я считаю артем что мы победим потому что достойный достойно очень выступал ты достойно ты ее обхаживал андрей что скажете ну вот опять не ну разговаривать он добр не успокоишь кстати да заметь будет болтать типа и слова не вставишь это уже тоже много значит вот и на цепь хотел посадить сразу это намек большой сразу на цепок посадит и не вы не выпустит если дарят цепь это значит и хорошо потому что сразу же около цепи будут рядом дома а зато богатый сразу золото земля есть а чего мне понравился ну красивый репыш такой да ну что сразу видны статный то есть вот внешним данным конечно подходит а василиса предупреждала а про внутренности конечно еще тут вот мамки у бы там вокруг управляют ночные клубы посещаем 27 лет ночные клубы что наоборот хотел показать что он такой современный что даже по клубам а мы растерялся мне кажется да конечно конечно но глаз у вас загорелся понравился парень красивый правда ну да красивый муж чужой муж говорят да это ладно будешь следить меня тоже молодой красивая чушь теперь на цепь не сажаю никуда не бежит и ты не посадишь на цепь просто будем осторожны и все подарок это просто подарок вот сижу и наслаждаюсь на самом деле и не только то что праздник а то что действительно не оскудила земля русская вот такими красивыми женщинами и мужчинами только женщина всегда вдохновляла мужчины великие подвиги если мы вдохновляем возрождать нашу землю значит за старость не обидно не жалко чувствовала себя вот достойно вот достойно даже до слов нет одни эмоции понравился парень василиса мне понравился и ульяне подходит но вижу три крупных недостатка первое действительно красивый слишком красиво говорила уже красивые не ваш профиль это большой минус второе очень крупный кормить придется о-хо-хо и у плиты целый день стоит да и третье девушек очень любит учтите это пожалуйста как бы я не ревновала ну вот вы познакомились с тремя женихами очень скоро узнаем кого из них ульяна выберет если вы хотите стать участником программы или услышать совет как найти свою половину от розы и василисы звоните с мобильного телефона на номер 07 36 оставайтесь с нами как найти спутника жизни у нас тут и настоящая кубанская казачка ульяна сейчас ей предстоит сделать выбор но сначала хочу попросить сватов кого вы советуете своей ульяне но третье с третьего начнем так что-то он дюжи активный какой то ты понимаешь что-то он там кубили но прямо ты подумай есть ощущение но 2 не жиропки и он 2 понимаешь что-то прямо трусу все обжегся обжегся же на фарон она куста боится да ну что-то вот как-то прям ну что сашко любит тебе невеста да очаровательно но думаю с такими конкурентами у меня процентов 50 только что на себя зайдет и поют они все его плохо ты понимаешь все было у нас поют все должны петь все так но вот это первый пашка но молодой конечно но тоже не недостаток то там да да ну больше наверно вот как-то вот пашка да свечка ничего мне тоже запала в душу его фраза на руках буду носить так вот думала-думала конечно этот крепыш вышел всех покорил внешне а потом не запомнив внутри кто его знает а этот сразу сказал на руках буду носить я считаю что я сам с ней хорошая семья но мы будем надеяться на то чтобы она выбрала именно тебя ну ладно ульяночка вы настолько хорошая девушка на вас приятно смотреть с вами приятно разговаривать у вас замечательные сваты прям хочется для вас счастья потому что вы этого достойны мне кажется конечно же павел вот я прям вижу вот такая пара красиво оба высокие стройные молодые два года это вообще не разница и как он на вас смотрел глаза светились поэтому безусловно за павла замечательный парень вот просто замечательно говорят супружество это союз вольных людей и добровольно а каков муж будет зависит от жены и мне кажется что легче все таки жить с мужем и писать набело когда все таки нет какого-то прошлого я тоже запашу василиса у меня к тебе два вопроса кого рекомендуешь и как все таки этот новый год встречать во первых 31 декабря к сожалению у нас этот день связан с лунным затмением а это время когда ум за разум заходит буквально обычно поэтому лучше пить умеренно не выяснять никакие отношения учтите пожалуйста что в этот день кто отношения выясняет тот и расстается благополучно поэтому в семьях должен быть обязательно мир отложите на после праздников все такие разговоры сложные супружеские если кто-то хочет в этом году привлекать любовь то девушки одевайтесь в розовое голубое белое одевайте все украшения какие есть самое ценное самое любимое одевайте на себя потому что это все позволяет привлекать доброе внимание планеты венера еще один такой интересный момент очень советую всем молодым людям дарить ювелирные украшения на новый год своим дорогим и любимым да потому что это тоже та самая венера и привлекает любовь также дарить цветы вроде бы зима не принято но что по морозу с цветами шататься да а на самом деле и это тоже такой маленький знак привлечения вроде какие-то незатейливые советы и ювелирка цветы да а как все а действует новый год вдруг не говори а я бы добавила так случается что новый год вы встречаете одни не сидите дома идите на красную площадь и откройте свой органайзер записную книжку найдите тех мужчин а если вы женщина и тех женщин с которым вы хотели бы по крайней мере вспомнить о былом ему быть новое начало положить чему-то хорошему не сидите дома и не будьте одни и все таки по поводу женихов могу сказать очень рада у нас есть сегодня из кого выбирать я бы сказала что и паша и артем по гороскопу вам неплохо подходит паша подходит идеально такие случаи у нас бывают в программе очень очень редко но конечно молодость недостаток проходящий но все таки для прямо брака еще наверное рановато повстречаться бы поприсматриваться друг другу но я уверена что нужно выбрать пашу но такие идеальные сочетания бывают редко дорогая моя слушайте свое сердце она вас не обманет идите туда куда нас позовет мы вас поддержим внимание найдите себе пару среди тех кого вы сейчас увидите на экране если вас заинтересовал один из них отправьте смс номером участника на номер четыре четверки и станьте участником программы владимир 34 года номер семьсот двадцать семь ведет активную светскую жизнь посещает рестораны клубы вечеринки много путешествует сейчас делает ремонт в своей квартире занимается дизайном интерьера ему нравятся девушки двадцати двух тридцати лет с идеальной фигурой спортивные образованные и раскрепощенные ирина 33 года номер семьсот двадцать восемь бизнес леди владелица ресторана два года назад победила в пяти номинациях конкурса миссис москва завоевала звание мама года миссис экзотика и другие отдыхать предпочитает активно катается на горных лыжах и много путешествует дикарем любит создавать домашний уют вкусно готовит и вышивает гладью рядом с собой видит надежного мужчину с интеллектуальным блеском в глазах ульянушка 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 ульян гладью म ульянушка ульянушка мы не знаем увидит ульяна одна лиса сбранником приглашая всех выйти из комнат и поддержать ульяну Аплодисменты. 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 Аплодисменты.